Как часто приходится слышать фразу, брошенную в упрек нынешним временам. Сталина, на вас нет. Кому-то кажется, что давно пора вернуться к системе тотального принуждения, в государственной политике. Как тогда? Но как тогда, это всегда кровь и жертвы, поломанные судьбы, чья-то искалеченная жизнь. Пожалуй, не лишним будет еще раз, обратиться к невыученным урокам истории. СССР, конец 20-х годов прошлого века. Поворот в экономической политике в год Великого Перелома, в 1929 и начавшаяся в 1930 коллективизация, неизбежно вызвали инфляцию. Обесценивание бумажных денег, отозвалось стихийной народной реакцией, прятать серебряную разменную монету. Разразился кризис. Катастрофически не хватало монет в торговле, нечем было давать сдачу. На заседании Политбюро ЦК ВКПБ 5 апреля 1930 года гнев Сталина обрушился на Наркома финансов Николая Брюханова, предложившего вместо серебра чеканить монеты из никелевого сплава. Сталин пишет записку членам Политбюро. За все нынешние и будущие грехи, подвесить Брюханова за яйца. Если яйца выдержат, считать его оправданным по суду. Если не выдержат, утопить его в реке. Всему кровожадному пожеланию, Валерий Межлаук, зампред КВСНХ, приложил картинку. На ней подвешенный Нарком. Всем им пока смешно. Межлаука и Брюханова расстреляют в 1938. Своей судьбы они еще не знают, и на нудном заседании есть время отвлечься. Сталин высказался категорически против перехода на чеканку разменных монет из никеля. В кризисе обвинили классового врага. Прячут мелочь, наказывать наравне с валютчиками. Продолжают прятать, расстреливать. А ГПУ, дает указания. Карать вплоть до расстрела тех, у кого найдут больше килограмма серебряной мелочи. Процесс пошел. Хватали кондукторов трамваев, торговцев и прочих, копивших мелочь. И понятное дело, священников. Ведь не скажешь же пастве, несите за требы крупными купюрами. Людей брали, стреляли, но ничего не помогло. И за какие бы причиндалы не вешать Брюханова, положение не удалось бы исправить. Его сместили с должности наркома, в октябре 1930-го. Сталин, воевал с народной стихией, командно-административными методами. И в 1931-м, сдался. В оборот пустили монеты из никелевого сплава. А понятие «разменное серебро» сохранилось до сих пор. Хотя в денежном обороте, драгоценный металл давно уже не используется. Если, конечно, не брать юбилейные и памятные монеты. Серебро, для изготовления разменной монеты, помимо традиции, было своего рода демонстрацией мощи экономики и финансовой устойчивости государства. Это залог доверия к деньгам. Войны и кризисы, круто меняли порядок вещей. Население моментально откликалось на беды, припрятыванием серебра и золота. После Второй мировой войны, признаком финансового выздоровления в ряде стран, стал выпуск в обращение серебряных монет. В СССР и странах советского блока, понятное дело, о таком и не помышляли. Регулярные денежные реформы конфискационного порядка, визитная карточка социализма. И как результат, никакого доверия населения к деньгам. Одни бумажки сменялись другими, не раз менялся рисунок разменной монеты. При том, что старую, уже не принимали к платежу. Да, это вам не Швейцария, где дизайн разменной монеты, не менялся с 19 века.